Даша и Даяна дружат с детства. Сначала их мамы гуляли с колясками вместе, потом по очереди возили в один детский сад. Теперь совсем взрослые дочери сидят за одной партой. Они теперь не просто девочки, первоклассницы. С первого урока приступили к занятиям. Правда, забыли дома карандаши и альбом для рисования. Но добрососедству, а именно так звучит тема первого урока, научиться можно и так. Я сегодня встала рада, залезала в банк, была молодец, а платья и пошла в школу. Для Владимира Ветрова этот день тоже торжественный. В школу собирался давно. Вместе с мамой покупал ранец, тетрадки и дневник. В саду был одним из лучших. Уже умеет читать, читать и даже писать в прописях. Зачем пришел в первый класс, знает. Потому что очень хорошо. Будем очень умным. Волнуются родители, волнуются дети. Для этих ребят сегодняшний день запомнится на всю жизнь. Мало того, что первый раз в первый класс, так еще и первыми переступают порог новой школы. Приглашаем вас совершить экскурсию по новой школе. В этой школе еще не выветрился запах краски. До дня сегодняшнего тут не ступала нога ученика. Только директор новой 50-й Наталья Прохорова сутки напролет проводила на новой работе. Лично контролировала строительство. Теперь расхваливает свои владения. Детки придут. У детей сегодня будет экскурсия в столовую. Дети любят столовую школу. В школе, естественно. Школьная какая-то самая вкусная. По традиции в классы первоклассник ведут 11-ти классники. Но таковых в 50-й начальной нет. К месту занятий прошли самостоятельно. Как взрослые. В следующем году уже сами поведут за ручку новичков. Родители надеются, когда их чадо перейдут в 5-й класс, менять учебное заведение не придется. Будем детсад закладывать. Сейчас для начала строительства денежки есть у нас. Нулевой цикл сделаем. Дальше, ну в 11-м году в любом случае детсад будет. И будем достраивать второй этап. Будем, конечно, сразу, наверное, не сделаем, но школа будет полноценная. С большим спортзалом. День знания для орловских школьников начался с дождя. А буквально через 5 минут на небе выглянуло солнце. Значит, год учебный будет ярким. Белый голубь – символ мира, облетит шар земной. Татьяна Суворова, Владислав Гапеев. Для программы «Оперативный эфир». Гоп-ний путь «Эфир». Редактор субтитров – субтитров – субтитров – субтитров – субтитров. Татьяна Суворова, Владислав Гапеев. Продолжение следует...